друзья привет всех с весной у меня новый квест с утра обнаружил лампочка ближнего света перестала гореть загорелась на приборке ошибка сейчас поеду искать приехали то можно может приехали магазин листушка он же магазин так вот выглядит сейчас зайдем посмотрим что там по лампочкам надо нам найти такой у нас бассейн 24 я нашим строительным нашел на 16 аж аж 7 досмотреть что было написано но это только другую вот по 8 каждая 699 каждая так вот по 699 вот это чего цены нет сейчас узнаем какая из них почем короче вот это нижняя стоит 12 евро верхняя не было цены узнаем сколько они стоят а здесь типа вот из-за такой бирки может быть дороже магазин вика вот уже приценивается лак для волос хочет купить какой посоветуете езжить какой лучше вот vd-40 я хорошо хорошо укрепляет волосы только вот себе еще посмотрела номерной значок розовый когда все купит машину в кубрики есть вот так для сравнения короче комплект кубрика 40 евро я себе купил за 24 заказал через амазон в общем-то под продавец мне посоветовал такие за пару 15 евро и 1 сейчас будем пытаться туда и засунуть вытащить было одна проблемой засунуть совсем другая одна то целая сохраним ее на всякий случай вдруг дороге пригодится какой-нибудь дальний 1 горит можем хотя бы на разном цвету доехать сейчас взяли чисто наш казахстанский вариант белые лампочки кто знает сколько в германии стоит поменять лампочку на 100 из чем могу менять ничего что если что могу менять тест пройден успешно купили лампочки обрушилась 15 евро начались курсы у нас виктория едет свое первое занятие курсы я имею ввиду которые те практические по вождению выйдет расскажет попозже приехала виктория отъездила свои полтора часа еще ребят мы всем привет еще раз новый день мы отучились на вождение сегодня первый день поехали да и на тебя то не первый день да из первых уст вот хотим вам рассказать мы даже друг другом не обсуждали вот пока сейчас вика меня забрала специально давай не будем обсуждать сейчас сразу чтоб люди из первых уст со всеми эмоциями попробуем рассказать как прошло наше вождение века начнет так как она первая хотя нет наоборот первый я получается но это было вчера у нас у обоих должно было быть сегодня первое занятие но вчера во время обеда девушка мне написала говорит можете ли вы сегодня сделать одно занятие у нас освободилось время там 45 минут я говорю да конечно я вчера поездил и сегодня уже второй раз вчера 45 минут сегодня сразу два урока подряд 90 минут и века также вот давай все таки тебя наверное поинтереснее будет послушать так как ты переживала очень хотела изначально она на механике ну последний день мы мы века передумала и все таки будет она учится на автомате да рассказывай как впечатление что было впечатление хорошее инструкция очень приветливый не нервничает там что сказать не нервничает все спокойненько говорит слова вполне такие понятные право даже без знания немецкого языка в принципе то есть как бы когда я садилась конечно пристегнулась он я сказала окей он такой по зеркалам проверить настройки выполнить настройку и все потом поехали мы машина очень хорошая новый volkswagen такой кроссовер электрический полностью скорость переключать не как здесь привыкли а около руля нужно там покрутить и нажимать вот довозили мою девушку передо мной девушка отвезли и мы ее повезли она живет где-то в деревне недалеко от Ризы вот ну все хорошо прошло все понравилось в принципе все понятно единственное что совершила права как помеха справа то есть у нас совсем по-другому у нас как бы вот эти вторичные выезды ну то есть у нас вот главная дорога ты едешь и едешь то есть любые выезды там со двора или еще откуда-либо если маленькие улочки мы никого не пропускаем здесь если нету знака нужно пропускать поэтому у меня была заминка мы ехали он говорит лангзам я не пойму почему ну типа посмотри туда-сюда смотрела дальше едем он тоже говорит ну лангзам я говорю зона драйси фонт кунаин и потом до меня доходит что нету знака то есть главная дорога и соответственно я должна сторонний перекресток да если получается нету бордюра приспущенного то я должна уступить дорогу вот сделали умкером это разворот он сказал очень хорошо на русском вот потом что мы сделали парковки две парковки одну параллельно другую задним ходом вот в принципе все получилось единственное он что-то мне говорил что ну потом уже как выяснилось что я должна назад смотреть то есть я смотрю по зеркалам да там паркуюсь он мне что-то говорит я на него он мне уж так берет голову разворачивает игра окей у них положено то есть интерблики обязательно когда выезжаешь откуда или поворачиваешь со светофором в этом вся проблема у нас у новеньких вот кто здесь в германии обучается ты когда на перекресток выезжаешь и поворачиваешь вправо либо влево ты полностью сосредоточен на то что пропустить машины там велосипедистов пешеходов и не замечаешь знак который стоит сразу на этой улице ограничение скорости там зона 30 или это пропускаешь потом это именно моя проблема может у тебя не так и потом ты едешь и думаешь блин был там знак или нет сколько здесь 30 или 50 надо ехать вот у меня пока когда на своей машине вроде такого нет потому что ты так сильно ну не стараешься там все эти действия выполнить и на своей машине проще здесь можешь волнение сказывать я парковался когда тоже у меня была парковка сегодня три раза разные задом передом боком и один раз я не заехал с первого раза да я уперся в бордюр расслабься типа напрягся все нормально типа давай еще раз и со второго раза я отлично заехал потому что машина новая для меня тоже мне тут габариты можно было почувствовать наверное потом остальные две парковки я идеально тоже выполнил с первого раза но если бы я сейчас пошел на экзамен я бы не сдал потому что пару раз он не нажал на тормоза сам что я не пропустил помеху справа ну и как бы тоже в смысле ты не намеренно не намеренно да там как бы я успевал спокойно бы на своей машине и проехал не избавляя скорости не было бы никому помехи но во время обучения ты должен лучше подождать ты должен остановиться и что короче выезжать уже чисто на пустую дорогу чтобы ну не было там никаких вот этих вариантов да тоже поездим мне нравится хороший мужчина говорит по-русски говорит по-русски говорит чуть-чуть по-русски понимаешь вот вот так что такая у нас пока история не знаю сколько раз нам придется съездить наверное раза три-четыре это точно 4 минимум да потому что ты тоже наверное не сдала если бы сейчас прямо на экзамен он тоже на тормоз нажал потому что я перепутала он мне говорит поверни направо я поворачиваю на лево на круговом и он говорит ты не услышала или ты перепутала ну я ну ну или то или это без разницы я ну или что расслышала может быть или перепутала трудности перевода нет и все он нажал на тормоз поднял за руль говорит рэкст ядро еще где он он искать проблемы ну вот супер да следующий термин у нас на следующей неделе нам сказали а как раз со следующей недели тоже у нас такая радостная новость что мы в понедельник 17 седьмого числа идем наш прах курс нас записали на а2 будем ходить с утра с 8.30 с 8.30 где-то до 12 мы будем заняты в соседнем городке только в нашем городке нету в соседний городок будем ездить должны выбить нам проездные на транспорт чтобы мы ездили не на машине потому что в любом случае туда 20 км обратно если каждый день ездить это нормально конечно так что в следующей неделе мы начнем владеть немецким языком вот ну такие дела что заканчиваем а сейчас вам тафель покажем сегодня тафель так ну вот наш пятничный тафель два календарика это я сам взял там они лежат целая пачка их я взял во всякий случай детям капусточка такая маленькая мини лук листья салата самса какая-то какая-то самса клубника оливковое масло подсолнечное банан бананы подкорм дети еще очень любят вечером киношку смотрят апельсины мандарины пару килограмм наверное средства для мытья овощей фруктов виноград киви груша интересно это пиздок верст а это этот верст колбаска в каком-то соусе сыр тертый цветная капуста 4 йогурта 12 яиц это как как она называется приправа приправа да как ее назвать короче рыбная по мазелкам мазать на хлеб картошка булочки еще какие-то сладости да такие типа пончиков хлеб ну еще там есть много хлеба мы уже не стали выкладывать всякого разного ну вот так вот как-то выглядит ну все друзья у нас пока на этом все новости будем прощаться до новых встреч пока-пока чусики